приветствую они у нас ее год он так в общем всем привет сегодня ребят наконец-то случился для меня и думаю и для вас тоже долгожданный обзор продукции релуи у нас тут и тональный и тени для век и палетка для лица всего-всего много и разно что-то новенькое что-то старенькое очень много выводов ребят по носке продуктов а также первое впечатление тоже есть мы самым милым котом на свете очень рады делиться с вами своими фаворитами и также вместе с вами пробовать что-то новое поэтому если вам интересно как же мы создавали этот немножко гранжевый и элегантный образ желаем вам приятного просмотра также ребят вы сейчас увидите как же я наносила свою новую татуировку а 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 Продолжение следует... 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 именно с блеском не сильно нравится в нем то что он заявлен как блеск который можно использовать соло или же как топпер на помаду то есть два в одном блеск для губ и верхнее покрытие на губную помаду но у меня он скатывается посмотрим что будет под конец этого ролика но сколько раз я его не наносила вот поначалу но такая красота но такие просто переливы все сверкают а потом появляется и белая полоска и вообще с ним что странное происходит у меня очень много бюджетных блесков какие-то подороже какие-то подешевле есть и фанти бьюти которая знаете считается таким эталоном среди блесков у многих бьюти маньяков и конечно с фанти бьюти сравнивать не стоит но из такого относительно бюджетного я очень сильно уважаю и люблю блески белор дизайн которые shine bright вы написали что еще серия party классная но вот стрелы чет не случилось у меня любовь какой же красивый перелив и действительно и золотой и розовый но не держится у меня тот же белор дизайн никуда не катается не делает полоску очень комфортно ощущается у релуи не знаю проблема в оттенке или нет там еще есть цвет по моему молочный путь milky way надеюсь что я правильно помню название вы знаете память такая уже старее то конкретно андромеда ведет себя как-то вот не по-андромедов ски не нравится мне если у кого-то есть этот блеск расскажите делает у вас он тоже полоску или может я слишком много наношу но я-то пробовала по-разному уже у меня он давно но месяца в пару точно есть и я его и как топпер использовала и как гигиеничку но вот я люблю просто блеск нанести перед тем как краситься уже стойкой матовой помадой и посидеть с блеском и вместо гигиенички у меня тогда губы как-то разглаживаются но при этом нету как от бальзамов обычных от той же не вея у меня бывает что еще больше губы слазят странный эффект такой ну в общем вот такой блеск от себя не советую но при этом он очень-очень красивый ничего себе кто-то ровне не поместился тональный он совершенно новый я им пользовалась на лицо только один раз зато ребят какое-то было за тест так надо посчитать кажется сколько часов она мне был я накрасилась где-то в девять утра и смыла в пол шестого вечера и у меня этот флюид конечно чё только не творил на лице но в его оправдание это был день когда я била себе татуировку и у меня он не только пережил там масочный режим транспорт пока я доехала что-то поела и вот все время пока мне били татуировку наносили эскиз саму татуировку делали то все это время тональный был на мне как вы понимаете было больно и я там и потела и холодело поэтому тональный пережил все фазы возможные и у меня жирный тип кожи поэтому скорее всего в этом тоже проблема будем сегодня с вами его наносить второй раз и надеюсь что он будет сидеть получше но детально конечно я вам выскажусь все уже в процессе нанесения дальше из тотора на меня выпрыгивает парочка это такие жидкие продукты для лица по моему скульптор они еще не выпустили но эта серия релуи про то что есть просто обычно релуи есть релуи про так вот эта серия релуи про здесь у меня хайлайтер и румяшки румяшки я уже столько раз вам советовала наверное многие уже устали просто от этих румян у меня оттенок нектарин самый такой темный но даже на скорее не темная просто 0 3 оттенок он такой какой-то красновато розовый прям очень сильно люблю эти румяшки они не разъедают тон отлично выглядят на лице я даже на губы их наносила и все равно они хорошо носят я их использую достаточно много и все равно у меня здесь нету даже потеков поэтому расход у них минимальный хайлайтер я вам не показывала на канале но в каких-то видео по моему уже сидела с ней под низ а может не сидела не помню для жизни точно его не раз уже тестировала цезарь куда-то у нас рвется цезарь девочки кто к нам пришел все решил что надо немножко поднять на настроение на посмотрите какой он заспанный мне аж стыдно скажут кота мать немножко не доглядела самом деле он когда спит просто да знаете такая слюна вытекает глаза вот так вот и ему классно у него тут или жан очки по всему дому поэтому кому кому а цезарю точно можно позавидовать все код давай нам нужно дальше косметику разбирать все девочки я вернулась возвращаемся к хайлайтеру немножко цезарь нас отвлек у меня тон 30 просека я честно скажу что хотела другой оттенок более розовый но просека был в наличии или на скидке наверно просто в наличии он первый появился вот эти жидкие хайлайтеры у рилуи относительная новинка они вышли гораздо позже чем румяшки румяшком там точно уже год есть жидкий хайлайтер он ну прям вот совсем недавно анонсировали мне кажется осенью и я его очень сильно хотела потому что мне нравилась формула у румяная такая мы не надо это попробовать и я не разочаровалась очень хорошо носится также не разъедают тональный и вот единственная моя претензия я бы хотела все-таки другой розоватый оттенок а этот такой золотишечка но зато сухой хайлайтер который вам сегодня подготовила тоже золотой поэтому можно будет наслоить на друг дружку кто-то расстались спарклы ребят аж три штуки у рилуи целая линейка жидких тенюшек есть матовые есть сатиновые есть формула спаркл конечно же меня как сороку ворону заинтересовал ли именно сияющие текстуры и у меня аж три оттеночка 31 34 35 первые два 31 34 я покупала на свой день рождения не удержалась думаю даже если на канал не пойдет в собственную косметичку мне надо очень сильно понравились фотографии в интернете просто как это там выглядело на моделях и 35 я купила недавно мне показалось что мы с вами зачастились зелеными макияжами а красивая зеленая сияшка у меня было только от виба и ей уже много лет я думаю все надо обновиться не пожалела тоже очень очень красивый оттенок вообще вот эти спарклори вы они чуть-чуть капризные они могут немножко в сметанку скатываться если их нанести жирным слоем когда будем с где-нибудь добавлять я вам покажу как лучше всего их наносить чтобы они там не скатались как-то не скукожились потому что я вот серьезно этот продукт поносила наверное больше даже чем помады я носила их соло просто на голое веко на консилер добавляла на канал в макияже ну вот даже по розовому оттенку и по фиолетовому немножко видно что они такие поюзные то что здесь уже есть даже подтеки на стеночках остались у нас две палеточки с сухими продуктами это палеточка теней в оттенке cold ребята я так долго и и хотел это моя личная хотелка поэтому я такая стрепетом прям даже боюсь что сама расстроюсь я попользовалась и тоже один раз как раз в день когда била тату я решила тогда протестировать и тональные и тени и тени не потускнели что очень важно я использовала тогда красноватый оттенок и по-моему розовый такой голохром гу какой еще галлахром голографик что и только что выдала голохром муки в общем-то я приятно удивлена была пигментация даже сказала что она намного сильнее чем я рассчитывала и думала что это что-то похожее на ламель или на лн когда знаете такая дымка полупрозрачная нет палетка уже больше такая как полупров мне кажется потому что ее действительно можно наслоить поэтому с удовольствием сегодня с вами накрасимся и почему я долго не покупала конкретно оттенок cold то есть холодная палетка которая меня безумно безумно привлекала почти год а то и полтора не была на скидках вот с тех пор как она появилась я ее постоянно на всех сайтах возможно где она была отмечала что там следить за снижение цены следить за появлением чтобы она в наличии было и всегда она была за полную стоимость за полную стоимость я все-таки считаю что это грабеж до качество хорошее но кому он здесь такая пластиковая упаковочка здесь ничего такого супер люксового а без скидки на секундочку она стоила триста семьдесят четыре гривны почти 400 за вот эту но как бы я не хочу обижать релы тень это хорошие но не за эту стоимость за скидочную да мне она обошлась по моему в 240 или там 200 с копейками это вот это отличная цена для подобной палетки подобного качества как же ребят палеточка для лица тоже как же я сильно за ней гонялась и я не снимала на нее макро потому что я и докупила вот буквально за пару дней до этого обзора если все остальное я прям давно готовила то вот эту палетку для лица я еще даже сама особо не сводчила наверное стоило снять макро потом уже снимать для видео то сейчас рефиль чеки немножко будут такие поюзные но ничего страшного здесь 4 оттеночка у нас идет хайлайтер румяна матовые румяна с сиянием и бронзер универсальный он тоже с таким подсвечиванием идет но насколько же сильно меня это дело привлекло на моделях на вообще аккаунте релуи в инстаграме у них очень интересные фотографии и меня не знаю те подкупают такие продающие промо фото вроде ничего особенного а мне хочется купить но это чисто такое мое субъективное мнение поэтому будем сегодня с вами эту малютку пробовать тоже ситуась он без скидки в украине это 400 гривен стоило 400 ну как бы все слов комментариев нету со скидкой в 215 вроде я и взяла отличная цена если еще на лице будет отлично выглядеть ну чё нам еще надо как-то немножко облысел мой стенд взяла помадки ребят не будем сейчас долго на них останавливаться уже лучше в нанесении как-то это все про говорю но просто любовь вот не знаю что еще добавить я сейчас кроме помад релуи редко чем-то еще пользуюсь из своей коллекции для видео до беру разные помады но для жизни когда вы видите какие-то вставки у меня там с выходных особенно когда с мужем гуляю когда не я снимаю этому лицу а меня снимает зачастую муж и там я всегда в помадах релуи они изумительные и чуть не забыла ребят у меня же вообще-то есть тушь от релуи которая мне когда-то досталась в подарок за покупку на мейкапе и вот собственно у меня это тушь релуи туши я тогда в каком-то видео когда было первое впечатление все сидел душу это за туши но релуи за нас подумали здесь все указано и перевод и значение релуи туши твой победный взмах ресниц туши с французской поражающий укол нанесенный фехтовальщиком сопернику с будем с вами немножко фехтованием заниматься искать фехтовать мне ну есть такое слово все в этот раз выкрутилась у меня сегодня немножко сомнительно сделаны брови потому что я снова добралась до мыла ламель и у меня одна бровь отлично зафиксировалась и стоит а вторая постоянно немножко падает и у меня такое чувство что одна бровь грустная одна веселая немножко биполярочка в подарок ну ладно ребят не смотрите пожалуйста на мои брови мне самой за них стыдно но я уже решила не переделывать надеюсь что когда мы закончим лицо они немножко уже выйдут из кадра не так сильно будут выделяться блеск пока что полоску не сделал можете просто неправильно его наносила не знаю посмотрим что будет под конец уже перед тем как мы его будем стирать на у меня на веках уже есть немножко консилера думаю наверное нужно добавить еще я бы вообще хотела сегодняшний макияж сделать на подложке из матовой помады но это будет нечестно по отношению к палетке может все таки первый показ данной палетки на канале и если кто-то кто не любит делать подложки вообще не карандашные не помадовые и захочет купить эту палетку то он не поймет как она работает поэтому давайте для чистоты эксперимента сегодня будем делать просто по консилеру потому что вообще на незатонированные глаза я вам не советую делать какие-то затемненные или яркие макияжи банально потому что у нас есть какие-то венки какая-то дисколорация что-то покраснее что-то более нашего нормального оттенка кожи и будет как будто эффект такой ну грязи что ли поэтому в любом случае лучше немножко зону глаз тонировать консилера от real и у меня нету обращусь к валаре очень бюджетный польский бренд который сделал ребрендинг был отдельный обзор его мало кто посмотрел поэтому ребята очень призываю интересное видео посмотреть мы оставлю ссылочку также в описании поэтому досмотрите вначале этот ролик а потом уже можете на тот переходить там такие находки там такая бюджетная палетка конечно там надо делать доставку съезд но я до сих пор считаю что она все того стоит безумно качественный консилер к слову апдейт меня от него не сыпет как видите у меня здесь уже нормально так использовано вот видно что уходит дело работаем и также мне очень сильно понравилась пудра что можете то видео тоже глянуть ох ребята на сегодня столько всего на обзор что я просто сижу и боюсь что не забыть что нанести начнем с палетки для глаз тенюшек самая логичная а потом уже будем наслаивать потихонечку ну и там к лицу переходить консилер у меня достаточно плотный и мне хочется его немножко просушить палетки к слову ни одна текстура здесь очень удобно что на обороте указаны не только название самих рефилов но и текстур палетки имеется один сатин один голографик 4 матовых спаркл и 2 металлика всего 9 рефилов к слову здесь 9 грамм то есть на один рефил у нас один город у грамм продукта я прям как училка такая они ей слушайте меня внимательно возьму оттенок каму 1 который сатиновый здесь нет зеркальца нету спонжиков вот просто палеточка и просушим консилер ничем не пахнет хочется пройтись по складке мне здесь кисть уже в чем-то но пойти не сильно должна отдавать цвет я в губочку ее протерла просто прохожусь по консилеру чтобы он стал менее влажным все наслаиваю наслаиваю и вижу что это прям очень очень хороший оттенок складки там еле-еле заметный как будто темная пудра но за счет того что он сатиновый он прям как будто все выгладил мне 9 оттенков сложный выбор конечно давайте возьмем серенький очень интересный цвет на такую же пушистую кисть и чуть глубже в складочке пройдемся вот сероватым интересно что получится какой красивый цвет он не совсем серый то что иногда если тени прямо очень сильно серые то получается как будто либо у вас фингал либо вы не до спали очень долго и сильно как я например то если оттенки прямо через чур холодные очень тяжело их нанести так обыграть чтобы это вас украшала а наоборот делала очень сильно уставший поэтому я боялась что этот цвет будет сильно серый но нет он прям хорошенький такой коричнево-серый я вот удивлена что у рилуи вообще история такая достаточно пигментированная я думала что будет все гораздо такой более полупрозрачная очень мне нравится я бы для жизни вот на таком этапе и оставила именно складку очень нравится этот оттенок буду его использовать а для видео давайте под пиджачок что-нибудь с красненьким сделаем у красный матовый добавим он сильно сыпется но у нас нету с вами сейчас тонального поэтому я не боюсь осыпашек очень аккуратно набираю и добавлю в уголочек я хочу сильно затемнить внешний угол начале пройдусь пушистой кистью как бы создавая дымку а потом возьму кисть поплотнее с тем же оттенком и пройдусь более плотненько чтобы у нас здесь такое бордо вышло прям более точечно под набью оттенок сейчас вы сами увидите большая разница все таки от нанесения двумя разными кистями я набираю не сильно много оттенка чтобы он не сыпался но тем не менее так чтобы мне хватало пигментации то очень высоко у меня этот бордо ушел но возможно это нам пойдет на руку потому что на пиджаке у меня присутствуют такие бордовые элементы скорее всего будет симпатично нижнего века возьму коричневый он мне кажется с розовинкой имеет что-то такое розовое в себе и по нижнему веку делаю такой акцент или последнее время все такое чувство что я на одном глазу делаю нормальную форму а на втором у меня она куда-то улетает странное ощущение здесь палетки есть черный я очень сильно не люблю затемнять черным цветом но с чем черт не шутит давайте наберем он прям очень сильно активно набирается из такой странное лицо получилось и добавим не знаю как сейчас буду это разруливать так чтобы у меня пятно панды не получилось я обычно такие черные оттенки наслаиваю на подложку на карандаш то есть я перед нанесением такого насыщенного черного всегда себя страхую чтобы я не нанесла на там до брови на пол лица то как-то очень жестко получать я не люблю настолько темные мейки но качество здесь хорошая сейчас я под на свою под набью а потом на пушистой кистью границу растушую накатила себе черного беру так и тут и зеркало держи палетку чем беру снова бордом и бордовом начинаю тушевать зону перехода от черного собственно к этому же бордо я вот знаете добавляю добавляю сижу бордо и в шоке от того как черные хорошо уходит в дымку вы же видели что у меня там просто было два пятна панды и тут вот как бы все хорошо растушилось единственно посмотрите насколько кисть выбирает черный пигмент я надеюсь что он будет хорошо смываться с лица на то как-то аж боязливо очень сильно переходят на кисть это черный я и на нижнее веко чуть его стягиваю как-то резко наш макияж начал превращаться в какой-то град живый и мне на самом деле это даже нравится очень редко я получаю удовольствие от использования черного хочется мне немножко осыпание убрать прям салфеткой потому что надеюсь под глазами какой-то страх происходит я уже тонком не вижу где у меня тени где у меня осыпание ну конечно очень сильно насыщенный макияж получается и было бы странно если вы у меня осыпаний не было когда тени ведут себя как пигменты осыпашки это нормально друзья главное чтобы рефил не крошился также найти вас там после пару использования вообще ничего не останется добавлю немножко консилера обратно чтобы выглядело это все чуть чуть более внятно а то сейчас буду краситься смотреть на свою вот эту кожу и не 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 мне так не нравится я вот лучше немножко под добавлю назад консилер печалят меня мои брови ребят sorry not sorry и что-то сегодня день плохих бровей я вот последние разы сколько раз не возвращалась к мылу от ламель которая вот в тюбике мне не нравится как брови с ним выглядят может я просто уже разучилась вернулась гелем действительно для меня для бровей сейчас топовый формат это именно гель с щеточкой и помадка вот эволин любимая комбинация когда пытаюсь взять что-то из старенького в нем меня начинается стресс у меня есть такое подозрение что кисти с черным пигментом я уже не смогу использовать для других цветов потому что он прям аж въедается очень интересно как это все дело будет отмываться но в любом случае черный очень хорош если вам нужен черный для стрелок допустим то это черный точно справится с этим любая там техника на карандаш на помаду давайте перейдем на сияшки что у нас здесь голографики запомнила это розовый он так и называется pink дальше у нас идет спаркл это центральной glory и металлика у нас два кока то есть какао и розовый металлик это wild berry дико ягодка такой розовый но спаркл конечно же спаркл надо попробовать у меня ногти в кои-то веке короткие я их обрезала тоже сегодня все под наш новый пиджак чуть-чуть кардиганом не назвала все у нас будет бордово-сине-красное здесь у меня фиолетовые ноготочки и давайте попробуем без подложки без базы спаркл так каким пальчиком лучше это говно пальцами не наносила что прям не знаю чем лучше это переносить на безымянный пальчик набираю спаркл центральный он в оттенке nude или ворум нет наверное в люди тоже из вот этой серии парадиза очень красивый такой как до хром здесь это больше как розовое золото или просто даже бронзовое золото не могу понять у красиво спаркл ты меня радуешь сейчас прям по всему подвижному веку перенесу аккуратненько очень насыщенный оттенок в плане плотности самой текстуры он перекрывает все что есть под ним мне нравится вот на черное заложен черный конечно сметает все на своем пути черные уже непонятно как будто съедают этот спаркл но вот там где бордо то спаркл перекрывает кисть от сов арт это бренд который продается в еве такая плоская здесь у них нет названия или номерков то я не ошибаюсь нет номерков но в магазине они там таких прозрачных пакетиках вы легко сможете определить даже в упаковке о какой кисти я говорю если вам вообще интересно что это за бренд такой очень бюджетные кисти и работают хорошо спаркл имеет очень интересную текстурку он как будто металлик но при этом если вы выйдете на какое-нибудь солнечное освещение там его вот это спарклошность начнет проявляться у вас будут такие переливы как будто искорки маленькие блестяшки очень дорого богата знаете такая блестяшка для взрослых мне нравится очень элегантно смотрится но я никак не успокоюсь то тут то там мне хочется добавить и постоянно поднаслаиваю потому что мне сияние много не бывает прям залажу на этот уже черный и радуюсь я придумала что нам еще здесь делать на нижнем веке от уголочка где-то до середины зрачка я пройдусь оттенком вайлдбери розовенькой все в тему и в уголочек голографик мне кажется что вот этот розовый голографический цвет он красивее всего смотрится как деталька например под бровь или вот самый-самый уголочек акцент очень круто вайлдбери немножко тяжело набирается эта формула уже металлика не спаркал и мне кажется как будто немножко замыливается но зато переносится как красиво впервые за долгое время вот такие металлики не бордо дают а действительно в холодные розовые обычно вот эти металлики которые кажутся розовыми вы их свочите но у меня так по крайней мере последнее время они прям ой что они здесь кожа облазит их свочите и они прям такие теплые действительно палетка оправдывает свое название она очень холодная что мне очень нравится но эти ребята которые подразумевают под холодными плетками прям что-то очень серое то во мне на эту вечеринку это холодная розовая палетка здесь очень много розового чем много бордо возможно если вы не любите розовые макияжи вам это не понравится что-то я прям много нанесла этого металлика но мне цвет безумно нравится решила вы знаете так размашисто нанести чтобы нанести и в уголочек наносим голографии свою обожаемую кисть от color intense кисть факел ее тоже легко можно найти в интернете color intense кисть факел и вы у цели хороша она для точного нанесения никуда вы лишнего с ней не шмякните можно также делать ой это у меня здесь упала графику она такая меру плотная но при этом не колет глаз у меня что не оттенок то новый фаворит я то металлик растянула на пол лица на пол глаза то вот этот голографик тоже уже тяну тяну но такая красота не могу мне очень нравится очень розово и давайте возьмем пушистую кисть этот же голографик под бровь зашлифуем что-то кисть улетает у меня есть откос еще одна кисть я очень сильно люблю этот blending brush это у нас грязненькая чистую совершенно беру в голографик окунаю и под бровь шлифую конечно же куда мы без цезаревой шерсти у пушистой кистью это прям как будто до охромный хайлайтер интересно вам видно в зеркале это прям но очень красивый эффект как будто я здесь чем-то за полировала вот это круто думаю я палетку больше трогать не буду ну хватит уже этим заниматься давайте проверим ли вся тушевка чистенькая в принципе все окей все под контролем но это не точно давайте немножко нанесем жидких спарклов чтобы я вам объяснила во первых как их наносить хотя это уже делала в обзоре своих коллекций спарклов жидких глиттеров но сейчас еще раз детально поэтому пройдемся конечно же зеленый мы сюда наносить не будем но вот лавандовый или розовый вполне себе можно что у нас здесь зеленый откладываем если вам интересно как зеленый выглядит на глазах то я вам оставлю ссылочку на обзор где по всему подвижному веку был вот этот свет то 35 какой-то green по моему спарклингрина может нет здесь к сожалению да только номер но на сайте также есть и название вот этих вот оттенков то есть там мистик левендер спарклинг роуз что-то такое вот что мне этот спарклинг везде и маечку мы теряем маечку из нужных нам сегодня как раз холодных оттенков 31 34 31 такое розово-голубое нанесем в уголочек и немножко на подвижное добавим лаванды ну а чё нет или на нижнее веко скорее всего на нижнее больше подходит а то у нас здесь такая какая-то вечеринка в стиле шампанского в цвете шампанского зачем мы портить нашей лавандой в чем проблема этих спарков ну во первых я считаю что о них очень мало говорят они действительно какие-то не очень популярные но при этом они достойно внимания особенно на скидке ребят все на скидке достойно вашего внимания по крайней мере от релуи за полную стоимость под вопросом возможно вам будет некомфортно эта формула если вы хотите наносить с аппликатора то вот буквально прикоснулись не знаю даже об капельку и чтобы это не стало сметанкой пальчиком берем и прихлопываем но для меня самое идеальное нанесение чтобы было прям такое точечное подсвечивание мы берем пальчик немножко на пальчик переносим и уже с пальчиком и так более контролируем нанесение переносим на века с аппликатора то вы же не контролируете сколько она там жахнет и может слишком сильно наслоиться тоже будет некрасиво просто надо понимать что это не тот спаркл который прям вообще там хоп-хоп на мазюк или у вас там все ровненько тут надо быть немножко аккуратным но я все равно считаю что он очень красивый и использую его как и для акцентов на видео так и для жизни в жизни это прям очень нарядно смотрится 34 номерочек куда нам его капельку добавить по той же схеме давайте наверное немножко с аппликатора тоже для разницы нанесения вам покажу вот так вот на нижние и наоборот просто с пальца с пальца вы просто видите чё куда вы наносите и банально даже по размашистости нанесения вы можете пальчиком больше контролировать чем когда вы аппликатором шмякните у вас будет такое пятно возможно вы подумаете что я сейчас все тени перекрыла спарклом но у спарклов такая интересная текстура что же что если вы их наносите вот просто по единично на века на консилер то они будут такие немножко лысенькие как будто вам будет не хватать подложки то есть вот эти ребята раскрываются лучше всего все равно когда у вас уже готовый макияж и вы их украшаете если вы любите жидкие тени как бы в моно продукте что вы проснулись с аппликатора помазали побежали то скорее всего вам не понравится на голом веке это смотрится не очень но при этом если вы добавляете поверх уже имеющихся сухих теней совершенно другая песня это очень красиво и перелив такой тоже благородный здесь не то чтобы много отдельных блесточек это скорее такой как тоже голографик очень живое свечение потому что если брать мои любимые одни из любимых глиттер от color intense которые тоже вам постоянно советуют и там россыпь отдельных блесточек они как бы в такой жижицы цветной и серебряные блесточки в большом большом количестве то релуи это наоборот больше процвет который вот переливается и сижу тут головой мотыля чтобы вам был виден этот перелив мне нравится я довольна и знаете что сама обидно я вам поругала этот блеск а он-то нормальный ну сидит себе досидеть да и полоски даже нету единственное что вы когда даже банально разговаривать я за все это время еще ничего не пила он как будто улетучивается и у вас со временем останутся вот эти блестки такая здравствуйте останутся такие оранжево-розовые блестки но сама жижица как там ее меньше становится и в итоге будете просто здесь блестящим ртом ну в общем формула точно не моя но оказывается что не всегда она делает полоску мне же теперь аж интересно почему она туда тогда сделала мне не один раз а сейчас не делает решила мне подлянка такой подстроить гринча осенила великолепная кошмарная мусорь и прежде чем нанести тушь давайте немножко добавим кунти каял мне тут оказывается точить надо коричневый сейчас хоть другой посмотрю какой нам каял с вами добавить ум не синий вроде был какой-то темный зеленый такси не каял алло ты где-то должен существовать у меня здесь зеленый есть мы возьмем синенький чтобы все под концепцию мне так нравится когда все перекликается сочетается аж настроение повышается чуть-чуть подточены я думаю мне хватит и в слизистую нанесу активненько потом уже пройдемся тушью и 5 я слизистую прокрасила мне сейчас резко надо отойти я немножко с этим всем делом похожу заодно посмотрим потускнее тень или нет и обязательно к вам скоро вернусь ребят я отходила почти на час и тени немножко кое-где потускнели я чуть не додумалась вам это снять и уже подправила потускнел немного черный причем как-то выборочно видно где свеженький шлепнул он прям здесь насыщенный то есть тени все-таки без базы и теряют насыщенность и у меня в зоне вот здесь очень много каких-то осыпавшийся блесточек мне кажется что это от спаркла возможно по той же причине что я наносила без базы то есть лучше все-таки сияшками работать на клей для глиттера на базе для теней но не важно что у вас в доме есть и все еще меня поражает блеск он не сделал полоску окей блеск решил меня подставить каял от ламель синий держится у меня в слизистой все окей могла за кадром без вас ничего сделать потому что много продукции от релуи которую я вам должна показать как чуть работает тому давайте переходить к туши я вообще не уверена что у меня она еще живая мне ее дали в подарок весной мне кажется как раз когда я спарклы покупала первое там нужно было на какую-то определенную сумму скупиться и вам дают вот эту тушь подарок она тогда только вышла не знаю зачем ее понюхала пахнет она приятно как любая классическая тушь эффект от туши точно такой же как от люкс визаж xxl и сейчас наверное можно сравнить с ламель коллаборации наталина flash flash очень похожая кисть боялась что она у меня уже засохла чуть давненько ей не красилась но нет все еще тушь красит и ресницы делает бабах сколько у нас здесь где-то один слой с вами без ресниц с ресницами мне кажется разница очевидная я всегда крашу очень активно у корней то есть я могу тушью сидеть на минуты две точно что-то там возю хоть это не быстрый процесс неважно это я делаю для камеры или для жизни мне нравится когда ресницы очень мощно прокрашены и минимум два слоя для меня это оптимальный вариант вот ну сразу другая песня глаз такой немножко кошачий но и ресниц вполне себе достаточно я не люблю клеить накладные ресницы поэтому для меня очень важно чтобы тушь отрабатывала на все 200 процентов единственный такой момент не очень приятный когда тушь только к вам приходит то есть когда она еще не раскрашенная и очень свежая возможно даже жидкая то она может заляпывать века но в силу того что здесь щеточка видите она просто огромная как только проходит хотя бы недельки две тушь немножко более вязкая становится и у вас такой проблемы не возникает думаю это даже в плюс чуть здесь волосики уже по вылазили мешаются потому что так тушь у вас будет дольше служить и не засохнет за месяц вот у меня нас весна я конечно проверю где-нибудь выведу когда я получила свой тюбик как видите до сих пор все красит и очень даже неважно конечно пользуетесь вы или нет но если пользуетесь то она может закончиться потому что он может закончиться бывает такое что например чем-то долго не красился сама себе там взяла и засохла у меня такое было с тушью от essence lash princess я тогда очень расстроилась потому что мне эффект нравился но тушь которая заканчивается за полтора месяца с момента как вы ее открываете ну такое себе удовольствие к себя ударила здесь под глазом сейчас мы это все салфеточкой спокойненько убираем тона нету поэтому никаких проблем не знаю рука дернулась и что-то тушь у меня решила не только на ресницах быть но и на щеке целый макияж получился очень насыщенный и вообще образ есть такой немножко женщина-кошка мне прям нравится давайте закончим с тушью уже будем переходить к лицу потому что еще как бы много чего для лица надо попробовать у меня складывается такое впечатление что рилуи немножко такой недооцененный белорусский бренд потому что продукция действительно качественная цена смешная на множество позиций скажем что дорогой типа как палетка теней но те же спарклы или румяшки это очень очень бюджетно очень качественно и почему-то нету такой огласки как от тех же белор дизайн хотя тоже вроде белорусский бренд на белор дизайн прям на хайпе возможно рилуи просто меньше рекламы дает или они там в белоруссии популярны если меня смотрят ребята из белоруссии напишите пожалуйста как у вас по популярности бренда рилуи мне прям нравится это найти новая любовь у меня вот уж польских брендов эволин такая вечная какая-то непонятная симпатия и рилуи тоже однозначно у меня сейчас таких лидерах моего сердечка вся в цезаре господи надо убирать шерсть что ж вы мне не говорите я тут вся в каких-то волосиках цезаря я же цезаря на руки брал ну значит я долго так сижу как всегда не посмотрела и здравствуйте будем наносить жидкий флюид честно скажу мне с моей проблематичной кожей покрытие недостаточно любом случае придется обращаться к консилеру но я так вот постоянно говорю а потом бац и продукты не делают какую-то подлянку то есть я например поносила за кадром сделала какое-то там свое впечатление выводы и бац потом в кадре делаем она все хорошо или наоборот все очень плохо ух надеюсь что сейчас конечно все будет хорошо потому что когда я носила вот с утра до вечера у меня в зоне носа прям очень сильно потрескался у меня тональная редко такое делают да это проблематичная зона но конкретно на мне тона даже вот капельные с пипеточкой эволин тот же не делает никаких трещин у меня всегда один и тот же уход так я купила гель от эволин с арбузиком наверное в конце лета и до сих пор я использую как базу под макияж только его что-то ребят в бровь потекло будем сейчас спонжем прибивать и у меня всегда тональные тестируются на одной и той же базе то есть на вот этом гелюшке с экстрактом арбуза чтобы было честно исключить знаете возможно там какой-то крем не подошел к тональному если вы хотите условно понимать не то чтобы правдивость своего тестирования пример у вас есть что то с чем ваша кожа хорошо знакома у меня этот гель с арбузом и я точно знаю что у меня кожа на него не шелушится там не скатывается и если что-то с тональным будет происходить во время носки соответственно с гелем то это вина тонального а не геля ну или возможно они там не сочетаются и если вам текстура то нравится возможно просто стоит попробовать с каким-то другим уходом моем случае более жирненьким потому что гель от эволин очень легкие это больше такой уход период весна-лето чем зима на зиму может быть мало но под макияж как база меня устраивает возможно я как-то неправильно наношу флюид я его когда первый раз пробовал вообще кистью мазюкала которая от ламеля сейчас решила полностью спонжем пить и могу сказать что спонжем лучше наносится но все равно как-то первых на шее мне хочется стянуть вот анальному ребят во первых это точно не для жирной кожи и даже не для комбинированной не проблема в перекрытие какой видите все-таки какие-то моменты он у меня скрыл понятное дело что консилер все равно нужен дополнительно но это не прям что-то полупрозрачное что вообще ничего не перекрывает как от белор дизайн пати этом вообще была супер недовольна покрытием но вот знаете как будто сидит поверх кожи я думаю что это подойдет возможно сухеньким ребятам но мне не нравится не знаю как-то история не для меня все такое какое-то силиконовым это тоже не назовешь а первых утону есть отдушка и у меня были очень большие ожидания у данного тонального потому что его в инстаграме сам бренд рилуи очень форсил один момент я думаю в этом какой-то новый оттенок вышел надо попробовать это вообще ни один не пробовала и учитывая что я долгое время являлась фанатом тонального от эвелин капельного и думаю ну окей капельную трилуи почему нет мне очень интересно как он на камере будет выглядеть во первых я вижу что я очень светленькая у меня оттенок какой у меня оттенок 01 light айвори я боялась чтобы он желтым не было то кто-то из ребят на мейкапе писал что взял цвет вроде светленький а по факту был очень желтый когда тонально усаживается вот нужно время ему чтобы немножко подстроиться под вашу кожу 1 наверное час это смотрится даже симпатично но к сожалению в длительной носке она все у меня расслаивается повторюсь что ни один тональный который подходит для жирной кожи то есть для меня так не делает поэтому я не знаю в чем причина что конкретно не подходит но я действительно не довольна данным тоном возможно зимой мне он понравится чуть больше то что зимой у нас у всех кожи чуть-чуть сушится когда батареи активно работают воздух становится сухим влага теряется и вот подсвечивающий тон зимой будем с вами пробовать еще но вот по первым впечатлениям учитывая что я очень долго проносила тогда на улице хотя это было здание но я и в маске успела с ним посидеть вот как-то знаете все мимо меня нет него у эффекта не любви просто вот он как бы есть да есть из-за того что я потратила на него денежки буду пробовать украшать но скорее всего может подружки адама а может вообще ликвидирую давайте уплотним тональный все тем же консилером от валары у него очень хорошая плотность а мне сейчас плотности не хватает кожа в мягко говоря не в хорошем состоянии поэтому мне комфортнее когда знаю что у меня найти перекрыто не призываю так всех делать но хотя бы на камеру могу себе позволить почему не и еще просто нужно понимать что не значит что тональная 3 луи в принципе очень плохой я для этого и проговариваю там свой тип кожи и в принципе из такого объективного что я могу вам показать они свои субъективные ощущения это просто как ложится то есть процесс там текстуры вы посмотрите возможно оттенок насколько он там светлый не светлый как знаете живой сводч при этом совет в плане тональных я всегда как-то очень скептически к этому отношусь я конечно же с вами делюсь своим опытом но при этом настолько по-разному один и тот же тональный может лечь на двух разных людей ну потому что это орган самый большой у нас на теле кожа она живая она дышит у каждого там поры по-своему как-то устроены у кого-то комби кожа возможно высушенные ну найти мало ли миллиард факторов и когда конечно же вы меня спрашиваете советы думаю ну как же так посоветовать чтобы не промахнуться и чтобы найти не я не расстроилась не вы поэтому всегда думаете трезвой головой при выборе тональных основ все знаю насколько это может расстраивать особенно когда у вас там как у меня проблематичная кожа и вы хотите чтобы хотя бы там тональный работал так чтобы вам становилось приятнее жить но я думаю люди там мы прыща веньки сакне не понимают о чем я говорю все мы сейчас не пудримся пока я тут немножко усаживаю на себе консилер и конечно же во время вспомнила до того как мы запудрились румяшки и хайлайтер румяшки просто миллионы раз были показаны на канале очень сильно люблю здесь такой аппликатор можно сделать себе эффект как в аниме эти циклы смущалась кажется что пигментация здесь ой-ой-ой и эгэгэй но нет так и на носик тоже мне нравится как бы распределяются прекрасно что здесь все еще цызарева шерсть летает хоп-хоп-хоп и у вас просто супер супер натуральный эффект я иногда вот так наношу по три полосочки мне даже до слоить хочется потому что правда очень красивый оттенок и разносятся они изумительно чем у вас более подвижный тон тем более эластично будет это все растягивается логично что у вас чем более матовая или возможно пудрирующаяся текстура тональная основа тем тяжелее это будет распределяться у меня сейчас очень плотный консилер от валара поэтому немножко тяжело вот нужно подтушевать но тем не менее сколько вот в реальном времени с вами болтаю тушу и чтобы показать вам сколько это занимает собственно усилий вот все наши три полоски становятся прекрасным румянцем я очень сильно люблю этот цвет даже наверное еще чуть-чуть добавлю хочется мне очень сильный румянец я влюбилась в дрейпинг все что связано с румянами мне нравится коралловые розовые красные чем любые румяна дайте мне да побольше и давайте нанесем хайлайтер жидкий я не могу сказать что я вообще в принципе фанат такого продукта как жидкий хайлайтер но релуи смогли удивить я его как минимум мне ненавижу и у меня несколько раз рука тянулась им воспользоваться действительно не разъедает тон действительно красивая очень холеное свечение и мне кажется его можно даже под тональный наносить но вот смотрите он распределился как будто так и надо как будто у меня кожа просто изнутри так светится я не знаю что они там намешали возможно по текстуре это то же самое что и румяна тушь очень похоже по поведению на кожа но что-то с сиянием а румяна соответственно матовые ну релуи как вы это делаете вот их заявление насчет итальянского сырья и немецкого я как-то обычно когда бюджетные бренды что такое рассказывают я очень скептически к этому отношусь но у релуи чувствуется что они правда стараются и вы получаете за адекватные деньги очень очень качественный продукт я в шоке насколько этот хайлайтер вообще очень элегантный на ни одной лишней блёсточки текстура кожи ну помимо просто моей текстуры вот он нигде вообще не разъелся даже на носу все на месте шикарно пойти немножко дополним наш готический образ пудрой и потом пройдемся уже сухими продуктами палеточка также парадиза наверное моя самая любимая серия у данного бренда наконец-то будем с вами пробовать еще нетронутую палетку для лица очень меня привлекают коралловые румяна не здесь к сожалению не то чтобы сильно в тему потому что румянец такой знаете очень теплый а у нас с вами все таки все холодное сегодня такая гаотическая принцесса начнем со скул у нас они вообще не выделены очень хочу попробовать на лице не очень мне нравится что рефильчики такие массе пусечные у меня вот кисть более маленькая так она сюда еще помещается но удобно набирать а если была бы кисть к это более просторная для бронзера то все знаете задевала бы и румяна и хайлайтер так не делается но зато палетка компактная очень классно было бы с ней путешествовать если бы я конечно вообще путешествовала бронзер набирается супер супер мягко вообще текстура очень такое не то чтобы сыпучая но меловая в хорошем смысле даже не знаю сколько меловой может быть хороший но вот она так мягко не к набираются как будто вы не сможете этим напитнить мне нравится учитывая что тональный достаточно светлый если бы она была знаете слишком рыжие или какое-то пятнячие то мы бы сразу это увидели чем у вас светлее тена кожи тем вам сложнее подобрать бронзер туша все просто мега рыжая неприродная тут скульптурка мне очень даже нравится румяна давайте все-таки попробуем розовые нанести мне с одной стороны кисть грязная здесь и hard revolution клубничка давайте чистой стороной наберу розовый оттенок поверх пройдемся нашего нектарина а вот персик оставим на будущий обзор и поэтому подписывайтесь ребят обещаю скучно здесь точно не будет у кин классное классное качество очень мягко переносится и найти как будто нет такой адской запудренности то есть она не сидит поверху вот с чем соглашусь что в инстаграме видела у блогеров палетка для лица прям очень очень даже ножка на носик уже сухого добавим продукта и очень люблю когда вот этот носик алкаша присутствует как то наверное моя фишка что ли очень симпатично на мне по крайней мере и давайте хайлайтер золотистый жахнем да будем уже губы красть хочется мне такую очень пушистую кисть набираю хайлайтер чем тоже вообще не пылит палетка минимальная бы сказала и набирается хорошо хайлайтер давай свете полностью знаете здесь такая формула что у вас какой-то супер ворвиглаз мне кажется не получится а вот здесь я уже под наслоил это хавриве глаз получился то есть из вас тонкий слой хайлайта и вообще всего что здесь палетки вас что такое деликатное на очень элегантном языке а вот под наслоишь и можно бабах сделать мне нравится когда продукты для лица дают простор хотите так хотите так они вынуждаются жахнул это у меня тихий страх и ужас мой ночной кошмар это палетку от глэмби для лица там у вас вообще не шансов ничего нету набираю хайлайтер на носик так работаем пальчиком и чеканную монетку 12 обязательно ставим куда же мы без этого так ну вот здесь действительно чтобы сделать что-то очень яркое нужно постараться поэтому если вы не любите супер супер яркие палетки для лица и вы хотите наоборот что-то на элегантном то вам как раз крилуи парадиза я не помню что такого по формуле похожего было наверное ламель self love но нет ламель уступает по качеству вот этой палетки но с другой стороны ламель дешевле существенно кратная бы сказала просто у парадиза более холёно все получается я в шоке мне в зеркале прям очень нравится это выглядит жизненно наносибельно никаких полос тебе артекту были сима больно помадки у меня здесь есть новый оттенок который вы еще не видели 0 2 балерина и его мы сегодня и нанесем ну просто отвал всех мест остальных четыре оттеночка у нас уже очень давно на канале первый оттенок который я приобрела был 0 7 ханимуд это было еще летом и вот с лета я не прекращаю пополнять свою коллекцию у меня 7 8 9 10 номерочек уже в каких только ипостасях мы их не пробовали на глаза наносили на губы наносили все очень красиво все очень стойко и прелесть данной формулы вот этой парадиза чем она отличается например других матовых помад которые у меня есть она очень красиво сходит вы когда кушаете или пьете она не отваливается кусками даже если вот внутренняя часть куда-то уходит все равно остается очень красивый контур и вы например кинули в сумочку просто внутри подмазали все вы все равно чувствуете себя комфортно я сама этим всем пользуюсь и вам рекомендую если хотите попробовать еще не пробовали то можно начать каких-то более светлых оттенков или темных наоборот то что у этой линейки одинаковая плотность цвета у всех номерков то есть они не пляшивят они равномерно наносятся я оставляю только балеринку сейчас сделаем темный контур у меня тут есть красивый карандаш от color intense в оттенке какао 0 7 номерочек выдвижной механический карандашик не могу сказать что он прям там совсем бомба то есть я после того как его купила уже получше даже бюджетные карандаши находила но здесь очень классный цвет это именно коричневый холодный и им я сделаю себе контур уже внутрь нанесу балерину тоже это очень светлый оттенок им лучше работать через карандаш в общем то вот так ребят помада в ноль втором оттенке балерина выглядит на губах очень много в интернете отзывов негативно в плане того что помада слишком светлая выглядит как будто вы немножко умерли но я думаю всем очевидно что когда вам попадает в руку вот такая светлая помада или например не более розовая более бежевая такая цвета консилера немножко протухшего то эти помады больше нет даже не как топперы а просто как акцент на центр то есть вам обязательно нужно взять либо темную помаду либо темный карандаш и потом уже заполнить сами губы то есть у вас без контура это действительно может выглядеть очень сильно светло хотя на себе мне нравится как с контуром так и без это знаете моя зона комфорта если вам не нравится то конечно ваше право просто вот мой совет если у вас есть помады которые вам нравятся по формуле но возможно вам кажется что они не подходят вам по цвету пробуйте поэкспериментировать и нанести вначале какой-то карандаш который у вас есть и потом уже заполнить это все дело помады во первых так и стойкость будет выше и также возможно вас это просто по-другому раскроет и цвет будет сидеть по-другому и возможно вам так понравится анальные к слову мы нанесли так сколько уже 40 минут назад здесь у меня на носу уже есть трещины сейчас я их немножко подправлю я думаю что если у вас допустим сухая кожа и вас он будет расслаиваться это не проблема но на жирной коже есть выделение сервума более активное и у вас это все смешивается еще с вашим сервумом и получается просто какая-то кашица ну вот подправила уже получше но нет тональный точно не моя история даже если он выглядит симпатично первое время моя кожа немножко с ним не дружит давайте посмотрим весь макияж вблизи мне кажется я ничего не забыла все что у нас от релуи было мы нанесли и будем делать выводы поворачиваю софтбокс больше на лицо красивый макияж получился конечно вообще не тот который я планировала изначально с этой палеткой но палетка как будто сама взывала к более чему-то такому темному действительно что гранжевая как будто у нас все еще хэллоуин продолжается но вроде у меня как бы новый год в душе а по факту вот макияж вот такой вышел но тени вот сколько прошло 40 минут с тех пор как я их второй раз подправила то есть их нанесла и еще немножко донанесла темных оттенков то ну держится все окей осыпашек вроде нету под глазами все чистенько прошу обратить внимание ваше на лицо очень хвалю от искренне хвалю если танк палетки для глаз у меня еще могут быть вопросы то палетка для лица просто космос и очень очень хорошо себя ведут сейчас жидкие продукты я прям довольна лицом даже несмотря на то что у меня в очень нехорошем состоянии кожа вот здесь прям какой-то рассадник у меня но даже так все сидит неплохо особенно с далека конечно ребят вот так вблизи вас никто рассматривать не будет на разу вот так вот подойдете начнете собеседнику в глаз смотреть все равно нужно оценивать знаете немножко так полметра метр как ваш макияж выглядит потому что так на вас собеседники обычно и смотрят даже если вы там с мужем общаетесь и думаешь вот так вот сидите и друг друга глаз в глаз смотрите поэтому макияж вот так вот прям под микроскопом ну тоже такое себе удовольствие однако я здесь вам показываю именно работу продукции поэтому я конечно должна вам показать как все в макро выглядит так что у нас тут по глазику по глазику меня вот смущает что спарклы каким-то магическим образом осыпались допустим нужна там подложка в виде базы для глиттера или базы для теней но почему у меня другие сияшки из более бюджетных палеток так не делают ну ладно возможно это специфика нанесения конкретно этой палетки конкретно этой формулы мне кажется у нас ну такой подробный обзор получился вот все что у меня есть от рилы я вам показала конечно я могла бы еще более детально там остановиться на каждом оттенке помады или на каждом оттенке спаркла но уже в стольких видео я вам это детально показывала что если вам интересно можете просто там поклацать мои ролики где это все уже было потому что я думаю не особо интересно по 30 тысяч раз одно и тоже видеть там агро знаете этих спарклов и каждый раз хочется что-то интересненькое для вас придумывать однозначно выделю свой фаворит потому что я его до этого видео и не пробовала вовсе эта палетка для лица но насколько же шикарно это выглядит я честно не ожидала ну знаете палетка для лица и палетка для лица но я поняла что давненько не было ничего такого супер качественного чтобы у меня прям вау эффект был и я уже так отвлеклась у меня здесь окно и соседи решили то ли печку затопить то ли чем после переезда первую зиму я здесь охуя на батарея охуя на соседей не зря у них видимо там на улице бревна то лежат ох и просто вот этот весь дым по низу спускается на наш четвертый этаж прямо в окно слава богу у меня окно закрыто лирическое отступление короче палетка ребят просто отвал всех мест она минимально пылит мне здесь даже рефилы особо не попортились хотя вы видели что я хорошо набирала что хайлайтер что румянец что бронзер каком-то ближайшем видео попробуем вот этот тепленький такой персик ну ребята это прям до хром настоящий здесь что-то и персиковые золотое ой ну все правда мне кажется включим и вот ту палеточку в следующие фавориты очень не терпится эту серию видео продолжить и радостно мне что не зря я денежку потратила у меня какая-то компенсация тональный не подошел так палетка для лица прям 10 из 10 я не буду прям по всем продуктам проходится то это еще затянется вы и так видели как все наносилось хочу прокомментировать палетку для глаз действительно ребят это дорого и за полную стоимость я вам не советую да мне понравилось но я вам не советую как бы как отдельный продукт вот это вот потому что я считаю что за 400 гривен то обдиралов когда здесь хорошее качество но кому на 400 грех здесь пластик такой как бы мне кажется рано или поздно эта крышечка у меня отлетит по скидке по скидочной цене можно брать это красиво но вот вы сами видели что там без базы не нанесешь что-то осыпется там нет что-то потускнеет но вот не должно так быть 400 гривен я так считаю поэтому я не могу вам вообще кричать и говорит жуал палетка там находка скорее всего фавориты у меня эта палетка не войдет но пользоваться я ей буду потому что она элегантная с ней получается образ такой прям дымчатый женщина кошечка но вот как-то знаете какие-то сомнения закрадываются мне в душу целом я и образом довольна и косметикой я очень рада что наконец-то случился этот обзор на релуи отдельный потому что настолько сколько я хвалю помады парадис и наверное сам релуи их не столько не промоутируют и так как это такая искренняя любовь мне хотелось еще ближе с брендом познакомиться все очень неплохо и вот палетка для лица открытия по крайней мере этого месяца расскажите что еще стоит попробовать от релуи если вы что-то пробовали я совершенно забыла что я волосы должна была распустить и вообще-то я вижу такая заколками хоть и немного гривы добавим а то тут что зря сегодня волосы крутила вообще-то такой образ немножко вампирша аристократки так вот ребят если у вас есть еще какие-нибудь пожелания или советы мне по поводу продукции релы и что вы пробовали ли что мне стоит попробовать очень жду в комментариях вас может просто хотите со мной обсудить все что мы сегодня с вами наносили рассказывайте что вам понравилось что вам не понравилось а если хотите поддержать меня можно поставить пальчик вверх подписывайтесь чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео а нам с вами до скорых встреч